Всем привет! Меня зовут Саша и вы смотрите канал Amelie Life. Первым делом я хочу поздравить всех своих зрителей с наступлением майских праздников, а также священным праздником Пасхи. Желаю вам отличного настроения и поскольку пост уже закончился, теперь каждый может позволить себе побаловать себя своим любимым блюдом. И сегодня у меня будет теговое видео и как раз посвященное еде. Называется тег «Вкусняшки». Мне его передала Настя Познякова. Настенька, огромное спасибо! Мне будет интересно ответить на вопросы, которые есть в этом теге. И если вы любите теги, я думаю, это видео придется вам по душе. Я буду подсматривать на вопросы в свой блокнотик. И первый вопрос – «Твое любимое блюдо». Раньше я с легкостью бы ответила на этот вопрос, но в последнее время у меня нет какого-то одного любимого блюда. То есть периодами на меня находит настроение, когда я хочу одного, через время я хочу другого. Но такое из наиболее частого, что в последнее время я стала хотеть, это блинчики. Причем блинчики мне нравятся самые разные, с самыми разными начинками. Второй вопрос – «Это твой любимый фрукт». У меня нет любимых фруктов, по всем фруктам я отношусь одинаково хорошо. В последнее время мы едим в основном апельсины, бананы и яблоки, поэтому вот это то самое трио, которое чаще всего у нас бывает в холодильнике. «Твой любимый овощ». Мой любимый овощ – это огурец. Серьезно, когда я слышу запах огурца, такого, знаете, почищенного, порезанного, у меня просто жуткий аппетит наступает. То есть мне кажется, огурец – это такой овощ, с которым в прикуску просто любое блюдо будет божественно. Поэтому однозначно огурец. Четвертый вопрос – «Фоткаешь ли ты еду?». Раньше я этого не делала, но в последнее время, с тех пор, как у меня появился Инстаграм, мне почему-то периодически возникает желание пофоткать еду. Те, кто на меня подписан, могли видеть, у меня есть там несколько фоток моих завтраков чаще всего. Но я стараюсь все-таки держать себя в руках, и мне не кажется, что это очень кому-то интересно смотреть на то, что ты там ешь каждый день. Поэтому я стараюсь сильно этим не увлекаться. Пятое – «Шоколад горький или сладкий?». Совсем недавно у меня поменялись предпочтения. Раньше, если я любила сладкий шоколад, то сейчас я к шоколаду отношусь прохладно. Но если выбирать, то я лучше съем горького шоколада, поскольку это вот именно вкус шоколада, а не сахара. И вот мне он нравится гораздо больше. Шестой вопрос – «Кислая или соленая?». Ну, наверное, все-таки соленая, потому что потребности в кислом у меня возникают только тогда, когда мучает жажда и хочется чего-то такого, знаете, выпить прям кисленького, типа там апельсинового сока. А так чаще все-таки это будет соленое. «Как часто ешь чипсы или сухарики?». В последнее время редко по настроению сухарики. Мне в последнее время не очень нравится, потому что после них чаще болят зубы. А чипсы, я просто очень люблю чипсы с беконом, но сейчас почему-то они исчезли с прилавков. И вот даже недавно мне прям очень захотелось именно чипсы с беконом, но я ни в одной фирме не смогла их найти. Я не ем чипсы каждый день, но вот иногда по настроению хочется ими похрустеть, поэтому иногда берем. «Как ты относишься к газировкам?». Я к газировкам отношусь достаточно прохладно, кроме тети Груши. Тети Грушу я иногда люблю попить, такую холодненькую. Остальные лимонады, тем более наши, отечественные, мне не очень нравятся. Иногда также мы с мужем покупаем Кока-Колу, хоть я знаю, что она вредна, но если ты ешь что-то из такой фастфудной еды, тяжелой, когда ты все это дело заливаешь Кока-Колой, такое ощущение, что оно, знаете, как-то себе уравновешивает, и вся эта едкая черная жидкость как-то расщепляет все съеденное ранее. Да, знаю, что это плохо, что это нехорошо, и детям своими посоветую, но вот так вот. «Если бы ты села на диету, то на какую?». Это у нас уже девятый вопрос. На диетах я раньше никогда не сидела, но если бы мне потребовалось это, то я бы, наверное, просто вела свою диету как во время поста. Поскольку, когда мы с мужем постились несколько лет назад, то я за это время похудела за 5 килограмм, при том, что мы отказались только от продуктов животного происхождения. Мы употребляли только овощи, растительное масло, крупы. И вот за это время, при том, что мы ели так же, как обычно, я имею в виду по частоте, но просто исключили все продукты животного происхождения, я с легкостью потеряла 5 килограмм. Ну, не знаю, с легкостью или не с легкостью, но вот поэтому, если бы мне нужно было сидеть на диете, я бы, наверное, попробовала начать вот с такого принципа. И десятый вопрос. Очень интересно. И в чем ты себя ограничиваешь? Что касается еды, то, пожалуй, я особо себя ни в чем не ограничиваю. Просто даже если в те времена как-то мне хочется что-то такого вредного, то я либо это покупаю, либо просто нахожу сама для себя доводы, что не стоит этого сейчас сделать, и желание пропадает. Я себя ограничиваю в алкогольных напитках, алкоголь принципиально не употребляю. Далее вопрос одиннадцатый. Сырное фундю или шоколадное? Ну, хочу сказать, что фундю я не пробовала ни сырное, ни шоколадное. Поэтому никакое. Твоя нелюбимая ягода? Нелюбимая ягода у меня есть. Это вишня. Не люблю ее ни в каком виде. Ни в вареньях, ни в сыром. Просто не люблю и все. Тринадцатый вопрос. Твое отношение к фастфуду? К фастфуду у меня выборочное отношение. То есть, я знаю, что это плохо. Но я, тем не менее, в фастфуде есть определенные, так скажем, блюда, которые я люблю. Вот, допустим, в Ростиксе мне нравятся только крылышки. А в каких-то блинных мне тоже нравятся какие-то конкретные блинчики с начинкой. Но я вообще не приветствую Макдональдс. Я не люблю, мне просто не нравится вкус всех этих гамбургеров, которые есть. И, честно говоря, я не понимаю, почему так люди фанатеют. Мне кажется, здесь все-таки маркетологи хорошо постарались. Но в том же Макдональдсе вот есть только одно вот то, чтобы я там ела. Это по утрам до 10 утра они продают такие картофельные оладушки. Их я тоже люблю. А в остальном фастфуд для меня это средство утолить голод, если ты не снабзил себя хорошей домашней едой. Так что к фастфуду я отношусь терпимо. 14. Сколько мороженого ты сможешь съесть? Ну, за раз я съем стаканчик мороженого с удовольствием. Но мне этого вполне хватит. То есть у меня нет какого-то такого рвения сейчас по мороженому. Детство прошло. 15. Любишь ли ты пиццу? Ну, пиццу я люблю. Это не самое мое любимое блюдо. Но если кто-нибудь предложит мне, они поесть ли нам сегодня пиццы, я, конечно, с удовольствием приму такое предложение. И 16. Вопрос. Кто следующий должен признаться в любви к вкусняшкам? Ну, я бы хотела, чтобы вкусняшкам в любви призналась Виктория с канала Кухня Тори. Поскольку она много готовит. И я думаю, что очень интересно было бы узнать, каковы именно ее предпочтения в еде. Так что, Тори, если тебе будет интересно, можешь ответить на вопросы данного тега. Ну, и на этом, пожалуй, все. Спасибо, что вы меня посмотрели. Пожалуйста, ставьте пальчик вверх, если вам понравилось это видео. Также, если вам понравился тег, можете сами на своем канале также ответить на эти вопросы. Всем спасибо за просмотр. Всех с майскими праздниками. И всем пока!